Сложить бумагу более семи раз возможно. Если сложить листки бумаги определенное количество раз, то якобы есть предел. И выше этого предела сложить уже невозможно. Ученые обнаружили необычную галактику без звезд. Дело в том, что галактика, она не может быть без звезд по определению. То есть, если там не существует звезд, то это не галактика. Как нырять в ледяную прорубь без вреда для здоровья? Экстремальное воздействие холода на организм человека влечет за собой какие-то последствия. В данном случае, например, если человек купается в проруби, сосуды в первую очередь могут сократиться слишком. Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Елизавета Газизянова. Проект студентки 6-го курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Чулпан Харисовой в числе победителей конкурса «Умник-2023». Работа отмечена грантом в 500 тысяч рублей для проведения научно-исследовательских работ. Проект студентки посвящен разработке способа персонифицированной терапии хронических незаживающих ран после лучевой терапии на основе скафолда из плазмы, обогащенной тромбоцитами. Чулпан Харисова одержала победу в направлении H2, медицинной технологии, здоровьесбережения. По ее словам, результатом работы и исследований станет технология, с помощью которой можно значительно стимулировать механизм физиологической регенерации тканей. При этом вероятность возникновения побочных эффектов минимальна, так как будут использоваться аутологичные клетки пациента, ткани, полученные из организма самого пациента. Министерство науки и высшего образования РФ опубликовало результаты M-Rate за декабрь 2023 года. Казанский федеральный университет на шестой позиции рейтинга медийной активности вузов России. Суммарный индекс КФУ равен 31,337 тысячных. КФУ занял пятое место в рейтинге эффективности работы вузов со СМИ. Индекс масс-медиа составил 28,935 тысячных. Показатель эффективности этой работы учитывает количество публикаций о ВУЗе и его сотрудниках в федеральных, региональных и интернет-медиа. Аудиторию этих источников, количество вышедших сюжетов на телеканалах, а также количество эксклюзивных новостей о ВУЗе или его проектах, размещенных на ресурсах Миноборнауки России. Совсем скоро православных жителей нашей страны ждут крещенские праздники, которые часто сопровождаются купаниями в ледяных прорубях. О том, откуда пошла эта традиция и чем опасны такие купания, узнаете в сюжете. Крещенские купания Крещенские купания не основаны ни на церковном уставе, ни на святоотеческой традиции, ни на святоотеческом наставлении, ни на каких бы то ни было священных текстах. Это проявление так называемого народного христианства, народного православия, которое сформировалось в России, на территории Российской империи, предположительно, в второй половине XVIII века, возможно, раньше, но, к сожалению, на данный момент достоверных именно свидетельств этому мы найти не можем. Вообще, письменные свидетельства о крещенских купаниях наиболее ранее датируются XIX веком. Логично рассудить, что купание в проруби в январе – это очень холодное мероприятие. Вода при низкой температуре может оказать негативное воздействие на организм человека. Острое понижение температуры тела может вызвать обморожение кожи, подавление иммунной системы и серьезные заболевания легких и сердца. Многие не учитывают свои физические возможности и рискуют попасть в состояние шока или гипотермии. Экстремальное воздействие холодом на организм человека влечет за собой какие-то последствия. В данном случае, например, если человек купается в проруби, сосуды, в первую очередь, они могут сократиться слишком, как говорится, если человек неподготовленный. И у него могут возникнуть разные непредвиденные ситуации, к которым он не готов. В первую очередь, если люди страдают, все речь со свыщенным заболеванием, у него, скорее всего, повысится давление, вплоть до инфаркта, до инсультов может довести и потери сознания. И есть некоторые правила во время купания в проруби. Например, прорубь сама должна быть оснащена. То есть это официальное место для таких купаний, рядом присматривают люди. Нужно квалификации, если вдруг чего, оказать там первую помощь. Дальше перед купанием воздержаться от употребления алкоголя. И после купания тоже. И людям, у которых есть хронические заболевания, заболевания селесосовой системой, им лучше воздержаться от таких действий. Плюс еще дети до 7 лет. После 7 лет надо обязательно их готовить не менее года к таким холодным водным процедурам. Несмотря на все ограничения и предостережения, связанные с крещенскими купаниями в проруби, традиция продолжает пользоваться популярностью. Сотни людей ежегодно собираются вокруг проруби, чтобы проводить это обрядовое действие. Однако необходимо помнить о возможных опасностях и принимать все меры предосторожности при участии в данной традиции. Важно приходить только в проверенные места для купания, следить за состоянием здоровья и максимально снижать время пребывания в холодной воде, чтобы избежать неблагоприятных последствий для организма. Иван Шаньшеров, Валерия Карташова, Универновости. Недавно обнаруженный объект расширяет наше представление о том, что же такое галактика. Этот массивный сгусток, удаленный от нас на 270 миллионов световых лет, похоже, не содержит в себе ни одной звезды. По крайней мере, ни одной, которую можно было бы увидеть. Это просто облако газа, встречающегося между звездами в обычных галактиках, дрейфующие в одиночестве. Подробнее узнавала наш корреспондент. Группа астрофизиков из Национальной радиоастрономической обсерватории Гринбэнк случайно обнаружила нечто необычное. Спиральную галактику, в которой не обнаружилось ни одной звезды. Это может быть первым открытием первичной галактики во Вселенной. Облака газа неизменного с начала времен нашей Вселенной. Исследователи хотели измерить содержание газа и массу галактик с низкой поверхностной яркостью, поэтому исследование было направлено на поиск газа, а не звезд, с помощью телескопа Гринбэнк, телескопа Аросиба и радиотелескопа Нансай. Предполагалось, что Гринбэнк и Нансай будут наблюдать за одним и тем же участком неба в течение части исследования. Но кто-то допустил опечатку в координатах Гринбэнка, направив его на участок неба, который ранее не исследовался. Там исследователи обнаружили признаки газообразного водорода, характерные для спиральной галактики. Исследователи даже смогли определить доплеровское смещение радиоволн, связанное с вращением галактики. Удлинение длин волн в той части, которая вращается от нас. Однако не стоит спешить с выводами. На самом деле, открытый учеными объект нельзя назвать галактикой, если в ней отсутствуют звезды. Дело в том, что галактика, она не может быть без звезд по определению. То есть, если там не существует звезд, то это не галактика. Это может быть туманность, просто скопление межзвездного вещества. Но говорить, что это галактика, это, в общем-то, не совсем правильно. Что следует отметить также? То, что определять также тип галактики, не говоря о том, что там существуют звездные составляющие, также неправильно. Галактики делятся на три типа. Первый тип – это неправильные формы галактики или диффузные. Молодые самые образования считаются. Дальше идут спиральные галактики, похожие на галактику, допустим, нашу Млечный путь или похожие на галактику Туманность Андромеды. Вот хочу сразу отметить, то, что, видите, называется Туманность Андромеды, на самом деле выяснилось, что это галактика. Полученные данные ошеломили ученых. Они увидели объект, получивший индекс J0613 плюс 52 размерами и формами, напоминающий классическую спиральную галактику, как наш Млечный путь и другие. Однако в нем не было обнаружено ни одной звезды. Облако газа вело себя как галактика и вращалось вокруг своего центра, что показало измерение доплеровского смещения. Одна его область двигалась в нашу сторону, другая же двигалась прочь от нас. Объект вел себя так, как если бы из Млечного пути вдруг пропали все звезды. Возможно, плотность газа в этой галактике оказалась недостаточной для запуска процессов звездообразования. А внешних, провоцирующих этот процесс, событий не произошло. Ученые не исключают, что они просто не увидели там звезд, но оставляют за собой право надеяться, что это может быть первое открытие в нашей части Вселенной первичной галактики. Такой, какой она была 13,8 миллиардов лет назад. Согласно другим исследованиям, первое заявление гораздо более правдоподобно, чем отсутствующие в новом объекте звезды. Ведь в таком случае возникает масса противоречий. Ну, я хочу отметить, то, что в любом случае, то, что определяли по радиоастрономическим наблюдениям, по другим исследованиям, следует квалифицировать так, что, скорее всего, если там действительно говорится о том, что есть какая-то спиральная составляющая, то без звезд это невозможно. Так как сама динамика спиральной галактики подразумевает то, что рукава при вращении галактики вокруг центральной оси не закручиваются. Потому что по, в принципе, механике того же самого Ньютона, если ее сюда применить, получается, что если галактика вращается, то и рукава должны как бы в итоге закрутиться к центру этого образования. Дальнейшее наблюдение за J0613-52 может быть сопряжено с трудностями, поскольку она видна только в радиоволновом диапазоне. Но это же заставляет задуматься о поиске похожих объектов на других участках неба с помощью радиотелескопов. Ученые нашли нечто потенциально удивительное и теперь не упустят возможности разузнать о нем побольше. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. Вероятно, каждый из нас слышал о том, что сложить обычную бумагу наполовину 7 раз абсолютно невозможно. Такое заявление может показаться странным и даже нелогичным, ведь бумага кажется настолько гибкой и пластичной, что должна легко поддаться нашим манипуляциям. Однако, если мы вдумаемся в эту проблему, станет понятно, что она основана на математических особенностях. Чтобы лучше понять, почему сложить бумагу 7 раз невозможно, нужно обратиться к понятию экспоненциального роста. Этим и занялся наш корреспондент. Одним из самых популярных мифов о баригаме является утверждение о невозможности сложить бумагу более 7 раз. В действительности это утверждение основано на математических расчетах и физических ограничениях, связанных с размерами и гибкостью бумаги. Главным фактором, который делает сложение бумаги более 7 раз значительно сложнее, является ее толщина. Каждый раз, когда бумага складывается, она удваивается. Таким образом, после каждого складывания бумаги толщина стопки увеличивается в два раза, что делает ее сложение все труднее. Кроме того, с увеличением числа складываний увеличивается и количество слоев бумаги. Это означает, что требуется все больше силы и точности, чтобы удержать все слои вместе и продолжать складывать их. Если сложить листки бумаги определенное количество раз, то якобы есть предел. И выше этого предела сложить уже невозможно. На самом деле, тоже это хорошо объясняется. Во-первых, это не совсем корректно, не совсем так. Дело в том, что это свойство зависит от того, какова у вас бумага, какова ее толщина, это раз. И во-вторых, из чего она состоит. А именно, чтобы листки бумаги сжимались, необходимо, чтобы можно было каждый последующий слой, когда вы добавляете, деформировать на толщину этого слоя. Если вы возьмете, например, губку, тонкую губку, то сколько бы слоев вы ни делали, скорее всего, у вас получится. Почему? Потому что пластичность на растяжение нажатия, она очень высокая. В 2002 году американский ученый по имени Бритни Галашио доказал, что теоретически можно сложить бумагу более семи раз, но для этого требуется бумага огромных размеров. Суть проблемы заключается в том, что при каждом сложении бумаги ее толщина удваивается. Таким образом, после каждого сгиба бумага становится в два раза толще. При семи сложениях толщина стопки бумаги возрастает в 128 раз. Физически невозможно сгибать столько материала в обычных условиях. Однако, если взять бумагу огромных размеров, то количество сложений будет значительно превышать семь. Например, если взять бумагу, длина которой равна расстоянию от Земли до Солнца, то количество сложений может достигать нескольких сотен или даже тысяч. Таким образом, миф о невозможности сложить бумагу более семи раз является правдой только в том случае, если речь идет о бумаге обычных размеров. Если материал сэндвича такому свойству не удовлетворяет, то есть такой пластичности бумага не имеет такой пластичности, то вы это сделать не сможете, конечно же. И согнуть не сможете. Когда слоев мало, пластичность требуется небольшая, деформация требуется небольшая, незначительная. Поэтому мы сгибаем спокойно. Внутренние слои сжимаются, внешние растягиваются немного, ну и в итоге у нас сэндвич складывается. Однако, когда толщина сэндвича достигает определенного предела, то мы уже не можем деформировать. На самом деле сложить бумагу семь раз возможно, но физический процесс оказывается настолько сложным, что для его выполнения требуется огромная сила. То есть реализовать это в домашних условиях нереально. Но научные эксперименты показали, что с помощью высоких технологий и специального оборудования провернуть такое возможно. Таким образом, мы видим, что между реальностью и невозможностью существует тонкая грань. То, что кажется нам невозможным или противоречит обычной логике, может быть достигнуто с помощью научных открытий и современных технологий. Наиля Хананова, Елизавета Газизянова, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!